Саламастер Махрумитто Тандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня я в прямом эфире хочу рассказать о предстоящих изменениях, которые наметил Нурсултан Назарбаев. Вы, наверное, прекрасно знаете, что 18 марта состоится расширенное заседание полицовета партии Нур-Атан, партии Нурсултана Назарбаева. И на этот полицовет будут приглашены акимы городов, областей, правительства, депутаты и так далее. И, ну, представьте себе, он совсем 5 марта совсем недавно проводил бюро полицовета, тут расширенный полицовет. Затем вы знаете, что буквально накануне, несколько дней назад он был в Москве, встречался с Путиным. Ну, якобы поприветствовать Путина приехал. Ну, а в России вы знаете, какие интересные события происходят. Там Путин тоже становится вечным президентом. Вчера Госдума приняла поправки к Конституции, там огромное количество, несколько сот поправок к Конституции были внесены. Как Путин сказал, мы должны Конституцию строить таким образом и поправки, чтобы она на ближайшие 30-50 лет работала. Слышите, какие фразы были сказаны, как Назарбаев любит 20-20, 20-30, 20-50. Ну, что называется, его российский коллега Путин пошел его путем. И теперь там в России будет тоже вечный президент, как собственный в Казахстане. И он будет иметь право теперь участвовать на последующих выборах в 2024 году и может быть президентом страны как минимум до 2036 года. Так что политическая система и России, и Казахстана, и собственных странах Центральной Азии, они все идентичны. Там тоже везде лидеры нации, разве что у них нет приставки хан или царь, а по смыслу все одинаково. И вот, собственно, вчера Назарбаев появился там, поздравил Путина, что он стал царем. И 18 марта будут проходить торжественные события в России. И 18 марта будут проходить события, связанные с проведением полицовета партии Нур-Атан. Ну и, наверное, вы сейчас видите разные вбросы о том, что предполагаются какие-то серьезные изменения. И вот я по этому поводу хотел бы откомментировать. Дело в том, что, ну, я знаю лично очень хорошо Назарбаева, и он старается очень тщательно подготовить тельные действия. Ну, в частности, для того, чтобы сдать, в кавычках, полномочия президента Такаеву, он там построил конструкцию, совет безопасности, внес массу поправок в конституцию страны, сделал специально такую структуру, чтобы фактически, будучи главой Совета безопасности, он руководил всей страной, а президент был просто номинальной фигурой. И в течение нескольких лет он шаг за шагом вносил поправки, вкратчиво, ну, скажем, будем считать, что у него было время, и возраст еще позволял, и здоровье. Ну, и, конечно же, мы видим, такая же схема сейчас выстраивается и Путиным. Но ему через несколько месяцев будет уже 80 лет. Ну, и на страну, и не только на нашу страну, во всем мире сейчас свирепствует коронавирус. И поэтому вы все прекрасно знаете, что коронавирус, он приходит внезапно, он не спрашивает, кто ты, богатый или бедный, ельбасы ты или не ельбасы, он приходит ко всем. Так что коронавирус сейчас тоже очень серьезно влияет на политику нашей страны. Если Назарбаев планировал совсем недавно провести парламентские выборы, нарисовать разные фальшивые партии, типа ДПК, Мамая, всякие движения нарисовал, Оян, Казахстан, все прочее, имитируя якобы оппозиционные структуры, а на прошлых выборах президентских спарринг-партнера якобы оппозиционных выстрелей Хосанова, и вот эта машина медленно крутилась, предполагая, что сначала он проведет переизбирание парламента, и потом не торопясь, Такаев будет отправлен в отставку, в связи с тем, что у него здоровье плохое. Ну сейчас, кстати говоря, он может сослаться, что у него нашли коронавирус, и он не может руководить страной. В общем, сейчас уже возможности для того, чтобы Такаев быстро ушел, прибавилось. Итак, он думал это медленно сделать, не торопясь, врачи контролировали его здоровье, все прочее. Ну вот, собственно, коронавирус сейчас заставляет его быстрое решение принимать, потому что может получиться, как с президентом Узбекистана, Исламом Каримовым, который вроде был нормально, пришел со спортсменами, решил поздравить их, водочки выпил, и ага, раз, все вот так вот случилось. И получилось, что власть он не передал членам своей семьи, как предполагалось, захватил власть, по сути дела, премьер-министр Мирзеев, и сейчас вот там сидит второй Ислам Каримов, который там жестко гнет всех, построил такую же систему, как Назарбаев, и через какое-то время это будет клановая система, как в Казахстане, ни у кого не должно быть иллюзии. Это такой же олигархический строй, как в Казахстане. Но при этом уже власть ушла в руки Мирзеева. Конечно же, в этой связи Назарбаев сейчас сильно обеспокоен. Ну вдруг коронавирус неожиданно просочится, и получится ситуация, как в Узбекистане. И тут вот эта мебель безвольная, неожиданно превратится в тигра, когда не станет Назарбаева при поддержке главы спецслужб Карима Масимова. Раздолбает всю семью Назарбаев, отберет их активы. Вы понимаете, какая угроза нависла над семьей Назарбаева? Поэтому сейчас Назарбаев стоит перед выбором. Я могу сказать, что в прошлом году он намеревался сразу поставить Даригу. Но именно наша активность, то, что мы публично озвучили заранее, как минимум за год, что вот он готовит эти планы, разрушили его намерения, и он решил проверить настроение в обществе, поставил прокладочку в лице Такаева. И вы помните, в 9 июня это все равно вызвало возмущение, несправедливые выборы, фальшивые и все прочее. Но в принципе протез был терпимый. Терпимый, власть справилась. Теперь, ну, Назарбаев поджат коронавирусом, возрастом, рисками, самое главное. Сейчас вы знаете экономически серьезные риски, обвал цен на мировых рынках. Это соответственно уменьшение доходов бюджета нашей страны. Это изменившаяся политическая обстановка внутри страны из-за активной работы именно демократической выборы Казахстана. Сейчас общество изменилось. Вы видите, сотнями, тысячами люди выходят на улицу, а полиция блокирует места проведения митингов, заранее готовится, как на войну. Вы видите, сейчас общество сильно изменилось. Поэтому Назарбаев при помощи разных служб делает замеры настроения общества, и он сейчас напуган. Видите, неуправляем процесс коронавируса. Раз. Второе, цены на нефть падают, и перспектива там не очень хорошая. Доходы будут падать, социальное напряжение будет расти, и все это приведет к тому, что раз он потеряет власть. И сейчас он должен торопиться. Стоит вопрос, что он сделает раньше. Или он действительно пойдет по старой схеме, поменяет парламент, потом осенью, ближе к концу года, Дорига станет исполняющей обязанности президента, когда Такаев уйдет в отставку. По конституции это выглядит так. Если президент страны уходит в отставку, автоматически исполняющей обязанности становится председатель спикера парламента, то есть Дорига Назарбаева. Затем у Дориги Назарбаева есть выбор. Она может досидеть срок пятилетней Такаева, еще четыре года побыть президентом и только после этого провести выборы. А может быть так, что Такаев уйдет, она станет исполняющей обязанности и выборы будут объявлены через несколько месяцев, чтобы она была легитимным президентом. Я думаю, что скорее всего у нас сейчас будет ситуация развиваться быстрее в связи с коронавирусом. Судя по всему, в связи с тем, что Назарбаев сейчас напуган, вы его видели, он встречался с Путиным, выглядел неважно, был какой-то вид у него напуганный. Сейчас он старается будет форсировать, потому что они считают, что они контролируют ситуацию. Да, протесты есть, но силовые структуры, на взгляд Назарбаева, еще могут все эти протесты подавить. Во-первых. Во-вторых, еще цены не упали до такой степени. У бюджета страны есть какие-то резервы, они могут этими проблемами управлять. И поэтому, судя по всему, мы будем свидетелем попытки Назарбаева поставить Доригу. Это произойдет очень быстро. Итак, 18 марта пройдет расширенное заседание полицовета. Здесь многие пишут, что скорее всего именно тогда произойдет отставка Такаева. Я хочу сказать следующее. Я знаю, что службы Назарбаева очень внимательно следят за всеми моими выступлениями. Потому что сейчас реально именно демократические выборы Казахстана формируют повестку нашей страны. Именно активисты, именно общество, которое поддерживает демократические выборы Казахстана своим давлением в социальных сетях, выходом на митинги. Мы организовываем, безусловно, и давление на международном уровне. Разным путем. Все это приводит к тому, что Назарбаев очень внимательно следит за моими выступлениями. И может корректировать те или иные свои действия в зависимости от того, что я скажу. Это вы все должны четко осознавать. В частности, замена Дареги Такаевым произошла именно по этой причине. Потому что мы заранее озвучили те планы Назарбаева, которые он намеревался реализовать. Итак, 18 марта возможно несколько сценариев. И первое. Такаев действительно уходит. Исполняющий обязанности становится Дарега. Распускается парламент. Вы сегодня, наверное, видели уже некие заявления, обращение к Такаеву, что давайте распустим парламент и все прочее. Это всегда так происходит. Некие люди, связанные с властью, делают заявления. Потом появляются такие самокритичные депутаты, которые начинают рвать на себе волосы, говорят, мы не представляем собой интересы народа, мы здесь в парламенте плохо работали, наш надо распустить. Рвут на себе волосы. И вот потом парламент собирается, голосует, и они самораспускаются. То есть сейчас первые сценарии. Дарега становится исполняющей обязанности президента, парламент распускается или самораспускается. Далее, исполняющий обязанности президента проводит парламентские выборы. Выборы, скорее всего, пройдут сразу, это приблизительно до конца мая. По разным источникам, которые мы, безусловно, владеем, получаем из недра корды, мы знаем, что парламентские выборы намечаются, вот что называется, очень скоро. Пройдут парламентские выборы. Дарега постарается на все уровни представительства, представительной власти, имеется в виду депутатов, внедрить максимальное количество лояльных ей людей во власть, именно депутаты. И, будучи исполняющей обязанности, она назначит своего премьер-министра. И сейчас наиболее реальный премьер-министр, который она хотела бы назначить, это Сават Манбаев. Сават Манбаев, сейчас он возглавляет железную дорогу, был вице-премьером, вы можете загуглить. Она знакома с ним с 17 лет, учились вместе в Московском государственном университете, еще с советских времен, имеет дружеские отношения. И, как вы понимаете, она хочет иметь своего премьер-министра, которому она доверяет. И, соответственно, будет стараться, будучи исполняющей обязанности, поменять силовых министров, своих министров, Акимов областей. Ну и, соответственно, таким образом обезопасить себя, что завтра, если вдруг Назарбаева настигнет коронавирус или еще что-то, она будет иметь в руках все рычаги власти. Акимы, министры, судьи. И в этой ситуации после этого она может уже пойти на выборы, имея полную власть над исполнительной системой. И, как вы понимаете, после этого выборы можно фальсифицировать. Председатель Центральной избирательной комиссии Ихуда, дочь Берека Имашева, председатель Центральной избирательной комиссии, женат на Нур-Али, Алиев, Нур-Али, точнее говоря, Алиев, женат на дочери Берека Имашева. Так что, что называется, все схвачено. Вот эта модель, самая быстрая, которые мы видим, что Назарбаев должен реализовать. Но, с учетом того, что я ее сейчас озвучиваю, конечно, здесь возможны какие-то отклонения. Чуть лево, чуть право, чтобы продемонстрировать, что нет, это не так, это будет вот так. Это уж все должны понимать. Ну, и, собственно, вторая неторопливая модель, это смена парламента сначала, затем осенью, отставка Такаева, назначение исполняющей обязанности Дореги, и с продолжением того, что я сказал, развитие событий, которые и будет. Вы должны понимать, что другого сценария нет. Назарбаев будет передавать власть только члену семьи. У него нет публичных людей, которые засвечены, засвечены международных отношениях, кого знает в стране. Он не может сейчас доверить никому эту власть, кроме как Дореге Назарбаеве. Она, понятно, что ничего из себя не представляет. Ну, да, она вообще такая мировая известная певица, все подмозки мира ей аплодировали, это безусловно. Она шикарная певица, здесь отрицать нельзя. Вот, но, тем не менее, но другие того не умеют. Ну, кого он поставит? Сама Табиша, которая в КНБ, которая в глаза никто не видел, уже там генерал на генерале, все его родственники, но их никто не знает. Некого. В общем, он, что называется, загнан. Доверить каким-то людям, как Токаев, нереально. Они завтра, когда не будет Назарбаева, получат бразды правления, они уничтожат всю его семью. Он не доверяет никому, чтобы вы понимали, кроме членов своей семьи. Поэтому неизбежно власть будет передаваться Дореге. Чуть раньше, чуть позже, но эта модель шаг за шагом выстраивается. Что должны делать мы? Я не просто эти, констатирую все эти вещи, для того, чтобы мы просто как наблюдатели были, наблюдали за всем этим процессом. Мы все знаем и понимаем, что это передача, что это передача власти, перестановки, делаются только для того, чтобы Назарбаев и дальше десятки лет, не он, а его семья, продолжали рулить страной и выкачивали страны миллиарды долларов. Мы должны этому препятствовать, мы должны добиться смены режима, и именно поэтому мы должны действовать. Сейчас не случайно выступил главный санитарный врач, и вся страна сейчас над ним смеется, он сказал, что 11-16 у нас наконец-то появится коронавирус. Туда-сюда неделя, как он сказал. Ну, так вот, вы посчитайте к этим датам туда-сюда неделю, и получится, что приблизительно к 22 марта мы получим распоряжение. Никаких общественных гуляний, никаких митингов, все будет запрещено, чтобы вот под эту тишину, под угрозы коронавируса провести все необходимые перестановки, назначения, провести тихо выборы, сделать фальсификацию и так далее. Но, я хочу сказать, что мы сейчас стали другим обществом, сильным, мы стали активно выходить на протесты, сейчас стоит вопрос только в том, чтобы нас стало во много раз больше, и тогда пройдут большие изменения в нашей стране. И этот режим этого боится, наблюдает, проводит какие-то точные репрессии. Вы видели по ситуации с Дулатом Агадилом, как тысячи людей выразили свой протест, были на похоронах, выходили на улицы, перекрывали дороги, и власть прекрасно понимает, что ситуация поменялась, что есть реальные, активные противники этого режима, их число будет только нарастать. И не случайно эти точные репрессии проводит власть, пытаясь погасить эти протесты. Но мы говорим себе и знаем, что это так. Эта страна принадлежит нам, гражданам Казахстана, не этой политической верхушке. Мы будем бороться, мы имеем свой политический опыт, опыт борьбы, и мы должны добиться перемен, как во всем мире это происходит. В Армении, Грузии, в Украине, во всех этих странах уже прошли перемены. И в нашей стране тоже произойдут эти перемены. Поэтому, уважаемые друзья, конечно, мы же будем организовывать разные митинги. Митинги мы будем объявлять заранее, как мы до этого делали. Второе, очень важно, чтобы вы объединялись. Сейчас активные наши граждане объединились в партию Куще. Они на улицах. Они говорят, что эту власть можно сменить только на улицах. Не где-то в парламенте фальшиво, не на каких-то поддельных выборах. Именно на улицах. Люди объединяются, защищают гражданских активистов, как Азамата Байкенова и других. И нам это нужно делать. Создавать ячейки, заходить в чат активист, действовать, двигаться и еще. Именно ваши действия приводят к тому, что эта власть вынуждена все время маневрировать между струйками дождя, делать какие-то действия ошибочные. Мы будем пользоваться этими ошибками. Ну, например, вы знаете, что вчера вышло сообщение, что в Англии начался процесс, что арестовано имущество Дарьги Назарбаева и ее сына Нурали на сумму более 100 миллионов фунтов. Два дома и квартира. Ну, и англичане приняли решение, что процесс будет открытый. Что значит процесс открытый? Это значит, мы будем иметь доступ к материалам, мы будем слушать и видеть показания. Англичане сказали, а ты докажи, Дарьга, где ты взяла деньги, более 100 миллионов фунтов. И здесь Дарьга уже не может сказать, хотя, в принципе, в суде уже прозвучало, возмущенные адвокаты процитировали Дарьгу, что она самостоятельная женщина, что она сама может зарабатывать деньги, что у вас за патриархальные представления англичан? Вы что, думаете, что женщина не умеет зарабатывать, может еще как? Ну вот, и нам, думаю, важно увидеть, как теперь Дарьга будет доказывать, что она миллиардер. Ну, мы знаем, что она песни поет, но что-то я не слышал, чтобы певцы, пусть даже такие великолепные, как Дарьга Назарбаева, миллиардеры. Я такого премьера не слышал. Ну, я знаю, что она была журналистом, но что-то я в мире не слышал, чтобы журналисты на такой профессии зарабатывали миллиарды долларов. Ну, и никто не слышал, чтобы, будучи депутатами, или вице-премьерами, или председателем Сената на государственной работе, можно публично, честно показать, что ты миллиардер. И вот будет интересно, как она будет в Англии доказывать, что она миллиардер. Я хочу сказать, что это первый открытый процесс за рубежом. В 2000-х годах были процессы в Америке, когда более миллиарда долларов взяток, которые получил Назарбаев от американских компаний, были арестованы, но суд был закрытый, и мы только могли затем просто слышать ее результаты. В 2010-м году были арестованы деньги Тимура Кулебаева свыше 600 миллионов долларов в швейцарских банках в Швейцарии. Это было сделано после моих публикаций, когда я подробно показал, как гигантские средства Тимура Кулебаева, по сути, они были похищены у нашего государства. И тогда шесть наших граждан страны подали жалобу прокуратуру Швейцарии, и эти деньги были арестованы. Я сейчас могу сказать, что один из тех, кто подавал эту жалобу среди шести граждан был покойный Серегбол сын Абдилен, глава оппозиционной коммунистической партии Казахстана, мой друг. И вот собственно тогда были арестованы эти деньги, три года они были заморожены, Назарбаев летал в Швейцарии, встречался с президентами Швейцарии, они к нему, налоговые службы доказывали, что эти деньги честные, хотя с этих денег не было не заплачено, никакие налоги, они были просто украдены. То есть я на этом примере показываю, как может государство защитить одного человека, зятину Султана Назарбаева, если правительство все в руках именно этой семьи, как у нас сейчас в этой стране происходит, в Казахстане. А здесь уже другая ситуация, там был закрытый суд, в итоге, имеется ввиду в Швейцарии, в итоге Тимуру Кулебаеву через три года удалось разморозить средства, потому что не было со стороны государства жалобы, что действительно это украдены средства, а как вы хотели, если государство контролирует на Султан Назарбаев? Вот сейчас в Англии вот такая ситуация и уважаемые друзья, председатель Сената, она государственный чиновник, она должна показывать, публично показать налоговую декларацию, где она взяла деньги, как она заработала. Вы все прекрасно понимаете, хоть она говорит, мы живем непатриархальном мире, что Казахстан это крутая страна, она деловая женщина, она может зарабатывать сотни миллионов долларов, вы прекрасно знаете, что это украдены у государства деньги, поэтому мы должны ее преследовать, мы должны ее требовать, мы должны, чтобы она требовать, чтобы она раскрыла источник своих богатств. Сейчас именно социальные сети являются источником давления на этот режим, потому что через социальные сети идет активизация общества, люди выходят на протесты и все прочее. Поэтому даже если власть запретит митинги, ссылаясь на коронавирус, у нас будет множество других инструментов использовать социальные сети и другие какие-то механизмы оказывать мощнейшее давление на эту власть и безусловно произойдут изменения. Наша задача не допустить, чтобы Дарига Назарбаева пришла к власти. Наша задача добиться, чтобы этот режим ушел и поэтому мы это можем сделать. Для этого мы должны знать их планы, что они хотят сделать. Поэтому я эти планы озвучиваю. Я сегодня выставил видео, где Дарига как бы второй раз выходит замуж. Вы знаете, когда свадьба это прекрасные события, казахи поют жар-жар. Я хотел бы сказать, что вот сегодня как бы такое праздничное настроение, потому что впервые в истории нашей независимой страны председатель Сената попала под международное расследование. Она должна показать, откуда взяла средства. Она это не сможет сделать. Мы должны показать, что эти деньги коррупционные. Мы должны добиться, чтобы дочь Назарбаева не пришла во власть. А если даже будут выборы назначены, досрочные, мы в этот раз должны вывести тысячу людей. В прошлый раз было задержано больше 5000 человек, значит выходило как минимум 20 тысяч человек. Режим посмотрел, мы исправили ситуацию. Теперь на новых досрочных выборах, которые Назарбаев планирует скоро провести, нас должно быть еще больше. Поэтому любые выборы, которые будет проводить режим с участием Дариги, мы должны также приветствовать, как ту самую свадьбу. Говорит жар-жар, жар-жар Дарига. До связи, друзья.